МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Юрий Федорович. Добрый день. Ну, давайте начнем с этого, с такого образования. Что же означает день 7 ноября? Потому что в этот день, как на моей памяти, даже несколько праздников мы отмечали. Что мы отмечаем сегодня и что этот день в истории для нас? Ну, вот я дитя военных лет, 42-го года рождения. И так получилось, что в моей жизни это был всегда праздник. Красный день календаря. Красный день календаря, день Великой Октябрьской революции. Каждый год был парад, демонстрации трудящихся. Кстати, вот один в один сейчас. Но так похоже. Просто сердце радуется. Не надо было все это вот рушить. А после 1941 года, когда произошло вот такое уникальное событие, я вот, когда перед ребятами говорю об этом, об этом параде 7 ноября 1941 года, я его называю «Парад непобежденных». Это вызов был. Парад вызов фашизму и сигнал всем, всему миру. И прежде всего, чтобы уверенность была в наших людях, в нашей армии, что враг будет разбит и все равно мы победим. Так оно и случилось. Потом был парад победы уже 24 июня 1945 года. Поэтому он вот плавно перешел в новые качества, очень прижился этот праздник и стал вот тем более рядом праздник единства, когда они очень перекликаются и выражают одно, в общем-то, единство народа и сплоченность народа. Она должна быть всегда, тогда мы едины, как говорит наш президент замечательный. Недавно вот он выступал и сказал, в нас все, в нашем единстве, в нас все, все победы. И только мы сообща можем преодолеть вот то, что сейчас происходит. Это оно всегда. Россию, вот вы знаете, хорошо Пушкин сказал, когда вот такой вопрос задают, а что это нас вот разлюбили все, а когда нас любили-то? Пушкин сказал, что Запад по отношению к России всегда был сколь невежествен, столь и неблагодарен. Ну, невежествен они нас плохо знали, а неблагодарен. Мы три раза спасали, а благодарности нет. Я два слова хочу сказать о нашей организации. Пожалуйста. Вот мы сейчас привыкли, у нас, ну, столько общественных организаций, а ведь когда-то их вообще не было. Вообще не было. Партии комсомол, это не общественные организации были, там профсоюз, но они а государственные были такие. Это фактически, особенно партия, но какая она политическая партия, когда не с кем бороться-то было, конкурентов и оппозиции не было. Это было продолжение государства, очень умно все встроено в каждой организации, на каждом предприятии, на каждом заводе была партийная организация, ну, также и комсомол, и профсоюз. А вот первая общественная организация появилась 29 сентября 1956 года. Вот говорят даже американские воины, которые на Эльбе встречались, прислали сюда письмо, хотим вот как-то попраздновать вместе. У них была какая-то общественная организация ветеранов войны, а у нас не было. Поэтому срочно создали вот такую организацию, комитет ветеранов Великой Отечественной войны. Вот отсюда и пошла история нашей организации. Недавно нам 60 лет исполнилось, но нашей региональной организации на будущий год будет 45 лет. Поэтому мы самые-самые, поэтому нам лучше всех и работать надо, вообще-то говоря. А чем вы занимаетесь? Какие направления вашей деятельности? Ну, как всякая ветеранская, любая ветеранская организация, мы занимаемся и помощью ветеранов в социальном плане, жалобы какие-то, помочь кому-то надо, неправильно там решается вопрос, или не решается вообще бытовые вопросы, а вот оздоровление, ну, участникам войны продолжают еще давать квартиры, которым еще нуждающиеся, их еще выявляются, кому-то не смогли вот вовремя дать квартиру. Все это мы отслеживаем и помогаем. И вот вторая часть нашей работы, а я бы ее назвал первой, это участие в патриотическом воспитании молодежи. Вы знаете, как нас встречают? Вообще ветеранов, вот любых, особенно ветеранов войны, очень пожилых, дети же понимают, вот разные ветераны, которые, дети войны есть, которые стали ветеранами вот боевых действий, были всякие войны, но вот это наши вот убеленные сединами старики, которым за 90, около 90, это удивительное поколение. И вот мы, и они с ними ходим, и они одни, ну, конечно, надо машину, надо привезти, надо уже помочь ему выступить, или ей, у нас прекрасные женщины есть, ветераны войны. Вот, китайцы что-то сказали? Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да? Они же, они сказали, хуже всего жить в эпоху перемен. Это да, это да. Но если к детям идешь, во-первых, надо хорошо подготовиться, во-вторых, надо что-то обязательно показать и хорошо рассказать. Вот тогда будет толк, тогда выступление попадет вот в точку и даст информацию, которая... А для этого нужны такие вот и материальные ресурсы тоже, вот об этом. А для этого материальные ресурсы. Вот у вас стенд прекрасный есть, да, передвижной. Это один из 15 таких стендов. Мы выиграли грант областной. Нам вот дали деньги на это. И теперь мы должны охватить вот выступлениями, с показом вот этих стендов о войне. Это экспозиция о Великой Отечественной войне всех ее этапов. От Московской, от Смоленской даже. Московская битва, Сталинградская и все прочее. И конец японский. Конец вот эту Квантунскую армию как разбили. Вот когда мы сделали вот такую экспозицию, первый раз мы ее поставили в школе 70-й, вот так вот по округам на сцене, и все 15 этих стендов стали рассказывать. Рассказали раз. Зал сидел, два класса. Залыч говорит, а можно еще? Мы еще приведем. Еще. А можно еще? Так вот обычно, вот я когда сейчас вот прихожу на эти беседы, раза три с перерывами, как уроки, пожалуйста, только... А еще можете? А вот когда 15 стояло в 70-й школе, потом подошла директор и говорит, а вы можете нам на недельку их оставить? Пожалуйста. Тем бы там было после... А вот про эту идею, Юрий Федорович, идею вот эти стенды изготовить, именно вот по сражениям и так далее, по верхам. Конечно. Как она возникла, эта идея? И кто вам помог ее реализовать? Как это все получилось? Вы знаете, идея возникла в ходе выступлений. Вот, ну вот в частности, вот я выступаю уже давно, больше 10 лет я этим занимаюсь. Я сразу понял, что с пустыми руками ходить к детям не надо. Я сам их кустарным способом на картоне наклеиваю вот самолеты, вертолеты, оружие, экспозиции о войне. Ну, то же самое почти, только не так красочно, не профессионально. Это срабатывает. Это срабатывает. И мы поняли, что если вот сделать такой передвижной музей, то, во-первых, с этим музеем может выступать каждый. Если вот без всего не каждый еще выступит, ну, не каждый оратор прирожденный, каждый занимался своим делом. Стрыв, их у нас много, которые вот хорошо командуют. Вот этому, это тоже надо этому учиться и тренироваться, как говорится. Вот. А здесь практически каждый наш член вот комитета нашего, член ветеранской организации, немножко потренируется, как говорится. Вот они стоят в стенды. И, пожалуйста, рассказывай, показывай. И рассказывай, рассказывай. Детям очень нравится. Детям очень нравится. Вот участие в грантах, это трудно или нет? Потому что, говорят, вот нужно отчитываться, сначала защищать, потом ходить, там вот это все. Я месяц учился на курсах по этому, потом сделал вывод, этим не надо заниматься. Это очень трудно. Там так рассказали все, в общем, немножко напугали даже. А на самом деле? А на самом деле? Да, что? Глаза боятся, а руки делают. Это раз. А во-вторых, главное здесь, чтобы вот вся организация сплотилась вокруг этого и занималась этим. У нас есть отделение наше в Новокуевишске. Сейчас все школы почти прошли, Новокуевишские. Сейчас основная, вот у меня две, два таких стенда, а я вот один принес сюда, еще есть по освобождению Европы. Это вот сейчас-то везде. Да, это тема популярная. Ой, да не освобождали, да не надо было, как покажешь, как там цветы на танке бросают. Это вещдок, как говорится. Это уже никуда. Вот, и радовались, и целовали. Вот, поэтому это очень интересно. Я считаю, мы прям в точку попали. И нам по условию вот на этого гранта, вы знаете, сколько мы должны сейчас захватить? 22 тысячи. Учеников? Учеников. И во дворах мы стали. Во дворах ставим. Праздник двора, мы туда приходим, расставим. Да, особенно если какие-то сематические вот даты, да? Даты. К сематическим датам. Вот теперь, смотрите, будет 5 декабря победа, когда в контрнаступление под Москвой пошли. И пошло по всем этим датам. И только успевай. И битвы. Да вы даже к нам сегодня пришли с самолетами. Расскажите, пожалуйста, вы их тоже вот такие? Ну, вот вы знаете, еще одна особенность выступления перед детьми. Смик. Конечно, есть моменты, которые, ну, мы все рассказываем. Когда разговариваем о войне. Да, а мальчишкам там и хочется потрогать. И девчонкам тоже. Да, и не только мальчишкам. Вы знаете, а вот еще очень здорово, когда мы всегда ориентируем на это наших ветеранов. А вы расскажите еще, вот чем именно вы занимались? Да. Вы в чем участвовали? Вот это вообще здорово. Я все-таки кончил авиационный институт. Я специалист в области аэрокосмической техники. Вот я собрал вот этих вот самолетиков штук 40, наверное. То есть у меня и военные, и послевоенные. И когда выступаешь, показываешь самолет, но это не тот вот Су-24, который сбили в Турке. Вот, ребят, вот этот самолет, ой, как, ой, а этот что? А вот этот вот Белый Лебедь. Вот очень интересно. Я всегда ребятам рассказываю вот про это. Говорю, какое первое требование к самолету? Мотор, крылья, все. Я говорю, ребят, самолет должен быть красивый. Это Поликарпов придумал. Король истребителей, первый вот, который вот У-2, По-2. Он потом ушел из жизни. У-2 переименовали на По-2, Поликарповский. Вот, и он говорил, самолет, если он некрасивый, необтекаемый, он хуже летать будет. Оно так всегда и есть. И самолет, и ракета – это произведение искусства. Кстати, самолеты не делают. Их, как и корабли, строят. Потому что это настолько уважать их надо. Вот сейчас мы в Сирии видим, чего бы мы там без этих вот новейших наших самолетов делали. Вот. Вот это одно, чем мы занимаемся. Мы начали еще одно ноу-хау, как сейчас говорят. Вот, вы знаете, мы столкнулись с этим в селе. Каждую третью среду мы обязательно выезжают, наши представители, в одну из сельских школ. Да, даже посылок. И вот там автобус нам правительство дает. Так. И вот такой десант. Встречают, ну, там генералов не видят, вообще никогда не видели. Поэтому приезд генералов, полковников наших. Вот. Встречают на крыльце. Ведут. Не знают, как посадить и куда посадить. Такое трепетное просто отношение вот к ветеранам, которые приехали к детям. И вот там и это хорошо срабатывает. Все, что мы привозим. Мы обязательно что-то привозим тоже. Знамя Победы возили. Показывали. Ведь Знамя Победы тоже вот не все это знают. Что такое там Третья Ударная Армия написано? Она же здесь формировалась. Вот во время вот парада 41-го года формировалась здесь. А потом под другим номером рейхстаг брали. Поэтому нам не зря дали вот это звание. Запасной столицы. Да, запасной столицы. И города трудовой, и боевой славы. Вот что мы еще начали делать. Вот мемориальные доски висят. Вот памятники. Вот я как раз хотела спросить. Вот не про информационные направления, а про практичные. Можно много говорить, да, и мало делать. И мало делать. А я знаю, что вы и делаете тоже. Вы вот в районе разглядели такое вот недопущение, да, что вот у этих досок нет вот таких подставочек для цветов. И что же вы сделали? Значит, мы с товарищами пошли вот в центр, где Самарская площадь, где наша администрация, где очень много как раз скопления вот этих мемориальных досок. Там и Лукачеву. Кто там только не жил. Там многим-многим. А в центре стоит памятник Бюст, дважды Героя Социалистического Труда. И Герою Советского Союза потом еще ему присвоили за ракетно-ядерный щит. Дмитрий Пседович Устинов. И стали спрашивать людей. Не только детей. Спрашивали детей, спрашивали подростков. Кто это? Вот Устинов. Кто это? Спрашивали 30-летних. Так. И результат какие? Пожилые знают, что это был нарком вооружения вот у Сталина. Про ракетно-ядерные, вот ракетные щиты про ракеты, про космос не все знают. Но практически мы пришли к тому, что, ну что же это такое? Ну люди же не знают. И я вот стал, я живу рядом, стал водить детей в пешеходную такую прогулку. Экскурсию. Экскурсию. Подводим, рассказываем. А ведь... Подойти-то невозможно. Да. Близко совсем. Знаете, здесь еще получилось так, что я вот практически много лет работал в общественных организациях района, города. И я их многих знал по общественной работе. И когда рассказываешь, вот, ну, что это за человек, рассказываешь подробности, ну, это совсем другое дело, чем вот, вот он хирург был. И даже не написано тогда этому внимания, видимо, такого не придавали, как сейчас. Но сейчас действительно правильно. Все. Это святые люди. Кто участвовал в войне, кто воевал. А вот человеческие... Раз уж мы коснулись, вот человеческие качества, какие у него были характерные черты именно для личности? У кого? У Устинова. У Устинова? Да, вот вы говорите, вы подробно рассказываете. У Устинова? Потому что мы этого и не знаем. Мы знаем, что он, ну, уже разъяснили, кто и чего, а дальше что? Что это был за человек? Вы знаете, что он спал 4 часа в войну? Вот, видите. Когда об этом рассказывают? Конечно. Да, как это так? А вот так. Такой большой начальник, нарком, ну, это министр, вот сейчас министр называли, тогда нарком. Значит, если на каком-то заводе узкое место появлялось, и не могли там вот что-то его расшить, как говорят специалисты, и не могли... Останавливался выпуск военной продукции, этого допустить было нельзя. Он летел сам туда, ставили ему раскладушку где-то в подсобке там на заводе, и он занимался вместе со специалистами, не мешал, не кричал ни на кого. Он окончил военно-механический ленинградский военмех, вот это удивительное, очень хорошее учебное заведение, типа и мои, и вот моего КУАИ, ФИСТЕХ, вот. И потихонечку они спокойно делали так, что пушки пошли с конвейера опять, танк или что, вот это одно. Он очень любил работать, но трудоголик, вот как сейчас говорят, вот. Его вклад, не зря у него 11 орденов Ленина, ни у кого, даже у этих руководителей страны столько не было, ни у кого не было. Это была высшая награда страны. Ну, геройская звезда, она у него тоже была. А орден Ленин, это высшая награда, считается, орден самый первый. Потом трудовой красный знамя или боевой красный знамя. Вот. Значит, таких у него орденов было. 11. У него были полководческие ордена. Почему? Потому что оружие, ну что без оружия можно сделать, без хорошего, без лучшего, чем у врага. Значит, за вот создание оружия ему дали много еще полководческих орденов. А когда мы спрашивали, он там еще не в форме, он в это время был, по-моему, секретарем ЦК, наверное, вот, когда установили бюст, за то, что дважды вторую звезду получил. Вторую, кстати, за космос. Дважды герой. Ну, извините, вот один даже сказал, ну, мужик в пиджаке какой-то. Ну, наверное, заслуженный раз поставили бюст. То есть, вот, вы, вот, понимаете, патриотизм, а что это такое? Это любовь, любовь к своему отечеству, городу, к району. А разве можно любить то, что не знаешь? Вот. Вот очень просто и ясно. То, что не знаешь, любить нельзя. Да, поэтому нужно, чтобы знали, в первую очередь. И нельзя заставить. Да. Надо рассказать, вот когда рассказываешь о солдатах, академике, у которого ложились глухие, обставали, слыша, уже. Он пулеметный взвод, командовал пулеметным взводом во время войны. Он выучился, кончил военно-морскую, военно-медицинскую морскую академию. А рядом была консерватория. Или какой-то там, и вот он пел хорошо. Так он туда тоже ходил и профессионально пел. Вот, кстати, есть где-то записи на Куйбышской студии там, в архивах. Вот если бы это найти и показать... Ну, я с ним по общественной работе плотно работал в профсоюзе. Вот, вы знаете, ну, такого интеллигентного человека. А да, они все такие. А Лукачев, трудно найти. А Лукачев, мой ректор любимый. Студенческий ректор. Вы знаете, когда он вот на... Где же два шара там на Молодогвардейской, вот это здание номер один, вот это вот, он поднимался по лестнице. Он первый с девочками, первый он здоровался. Да. Обязательно первый здоровался. И все это знали. И если приходил в приемную студент, а сидели доценты и профессора и завкафедры, секретарь говорил, извините, Виктор Павлович сначала примет студента. Вот такой порядок. Правильно? Если студент пошел к ректору, значит, действительно... Да, что-то очень важно. Очень важно. Ой, да, конечно. Ну, это люди. А вот Аменив, ну, вот хирург от Бога, да? Да. И вот я рассказываю эпизод, я прочитал это о нем в книге. Значит, он был главный хирург армии, приехал в какой-то госпиталь на такой вот, близко к фронту. И доходяга лежит, стонет. Я что говорю-то? Да ну вот не умрет никак, уже ничего нельзя сделать. Он на стол, раз я приехал на стол, прооперировал, уехал. И вот где-то в 50-х годах была конференция в Саратове, и вдруг врывается мужик и падает на колени. Помните? Я говорю, помню, неужели ты жив? Да. Какое вам спасибо? Да. И деньги главное было у этих людей. Хотя зарабатывали они нормально и не бедствовали. Но главное было дело. Любимое дело. Вот что мы ученикам и говорим. И вот еще патриарх хорошо недавно сказал, что воспитывать патриотов надо на примере героев. На примере героев. И вот наш ответственный секретарь в Москве при создании вот нашей организации Алексей Моресиев. Ой, да. Ну, и вот, вот это эхо Москвы, я извиняюсь, я бы ее закрыл. Ну, это уже совершенно другая тема. Вот там комментируют, и как раз столетие было. И вот совести нет у этого журналиста, если его так можно назвать, ну и что, ну сбили, ну полз там, ну потом протезы освоил, ну летать стал. Ну, ну это что такое? Это что такое? Поэтому вот вы и проводите такую работу. А когда мы рассказываем об этих людях, мы, во-первых, об армии. Совершенно вот, когда расскажешь о героях. Вот извините, пожалуйста, вот уточню. Вам же тоже нужна информация, прежде чем рассказывать, достоверную. Вот, во-первых, проработать ее, все найти. Вы вот много этому времени уделяете? Ведь прежде чем вам выйти рассказать, вам нужно самому это все, вот окунуться во все. Вы знаете, вот раньше сегодня в газете, завтра в куплете. Так. Вот если что-то, я просматриваю почти все газеты. Я смотрю «Звезду красную» передачу. Каждое воскресенье там обязательно вот это вот с утра «Служу России» и «Военная приемка» про технику. У меня собраны все мемуары практически за эти годы. Да, вот исторические такие вот архивные документации работаете вы с этим? Конечно, конечно. У меня свой архив, свои пособия какие-то уже. Да, вот это очень важно, потому что… Вы знаете, и таких много, не я один, очень много ветеранов, которым это интересно. Вот если это тебе не интересно, лучше не ходи. За это и не браться. Не берись, да. А вот доказательство того, что и вам интересно, и что откликаются все с большим удовольствием на ваши рассказы, это вот ваша дружба из 70-й школы. И что районная администрация Ленинского района вас поддержала, опять же, вот с этими полочками. Ну вот, и только полочки, Густинова проложили дорожку. Целую дорожку. Как возлагать цветы, если грязь, например. Да, я хочу просто сказать, что механизмы-то простые. Вот подойди ты в районную администрацию, расскажи о том, что нужно. Они же пойдут навстречу, приди в школу, выведут школьников, вы расскажете. То есть с вас можно уже пример брать. И я бы другим советовал. Не надо вот бурчать, когда ты совершишь вот не так, не так. Ну много чего не так. Ты иди и объясни руководителю района. Вот, кстати, недавно я общался, и очень мне помогла Андреянова, руководитель дома. Галина Геннадьевна, да. Я записался к ней на прием. Вот это все рассказал. Потом меня позвали на совет городской по патриотизму. Я вот тоже туда это принес, тоже рассказал. Сейчас мне легче в школах стало. Вот смотрите, вот одобрили в городе, опыт одобрили, все. Я дружу с 63-й школой на Степана Разина регулярно. За углом моя родная шестая школа, это в двух шагах, в шаговой доступности. В 70-е подружились. Ну, а с энерготехникумом, энергоколледж сейчас, ну здесь просто какие-то удивительные отношения возникли. Они про меня узнали, позвали. Там прекрасный директор, зауч по вот этим воспитательной работе. Они хотят, чтобы это направление очень хорошо работало. Вот сейчас их детей, я вот в основном их детей вожу по пешеходке. И в классах там выступаю. Да, и непогода даже вам не мешает. Или вы сейчас остановитесь на немножко? Нет. Пройдется. Ну, когда самая плохая, а так ничего. Ой, как я рада за вас, что ваша вот эта деятельность общественная востребована. Вот это самое главное доказательство вашей эффективности. А нам она продлевает жизнь и делает ее осмысленной, как говорится. Конечно, спасибо вам за эту работу, да, за то, что вы делаете для всех нас, для нашего молодого поколения. Здоровья вам. Спасибо. И энергии. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»